Казалось бы, совсем недавно телефон с системой NFC заменил пластиковую карту при оплате тех или иных товаров. Но уже сегодня, в 21-м году, это что называется прошлый век, технологии не стоят на месте. И уже сейчас в некоторых магазинах товар можно оплатить лицом или, скажем, другими более совершенными гаджетами. Правда, не стоят на месте и мошенники. Насколько это все безопасно? Сетевые магазины постепенно вводят систему оплаты по лицу. Она уже работает в Москве и Краснодаре. Селфи-тупей узнает покупателя в лицо. Смена имиджа не помешает системе опознать покупателя. Лицо человека так же уникально, как и отпечаток пальца. С одной стороны, действительно удобно, с другой, никто не гарантирует, что мошенники могут примерить ваше лицо на себя. Например, ваши фотографии или там даже видео или ваше фото с паспортом находятся не просто в свободном доступе, а они находятся, например, на каком-то специализированном маркетплейсе в Даркнете, где это все продается. Что в этом случае вам делать? Даже опытных специалистов по информационной безопасности четкого ответа нет. Но есть статистика. Только по официальным данным МВД России в Петербурге в 2020-м количество киберпреступлений взлетело на 780%. То есть буквально каждую минуту злоумышленники пытаются похитить деньги с вашей карты или счетов, скажем, вашего соседа. Ситуация в мире не лучшая в лидерах китайские мошенники. Группа злоумышленников использовала систему DeepFake для создания видео для аутентификации в банковских приложениях. Дополнительно они использовали специально подготовленные смартфоны, которые позволяли вот этот вот видеоряд направить напрямую в банковское приложение, как будто это видео с веб-камеры. Соответственно, таким образом они проходили аутентификацию в банковских приложениях, и за два года они сумели украсть порядка 77 миллионов долларов. Вот уже два года бизнесмена Григория Стишко, друзья и близкие, в шутку называют властелином колец. На просьбу продавцов на кассе оплатить покупки он лишь показывает им палец с необычным банковским ноу-хау. Платежное керамическое кольцо не нужно заряжать или привязывать к мобильному телефону. В случае утери такой гаджет блокируется банком. Можно получить новое. Удобно, современно, да и вау-эффект гарантирован. Я на самом деле буквально за эти два года, не знаю, трех человек видел, которые мне сказали, я такое уже видел. Все остальные говорят, что это такое, как это работает, серьезно, кольцом. Кто-то вообще, я оплачивал на пляже, вообще у меня в руках ничего не было. Я просто в шортах, у меня кольцо, я оплатил, купил мороженое, продавец сказал, просто спасибо вам, уходи. Даже ничего, спрашивать у тебя не буду, как это работает, что это такое. Чудо-кольцо Григорий однажды потерял, и лишь чудом его деньгами не воспользовались. Видимо, не догадались, что украшением можно еще и платить. Кстати, чипы уже начали вживлять даже в накладные ногти. Маникюрные салоны осваивают технологию. В нашей стране, правда, новый способ не оценили. Пока. Готовы, если будет спрос, это не проблема, тем более, что для вживления в искусственный ноготь, который, соответственно, будет уже на натуральном ноготе человека, это совершенно никакая не проблема. Пандемию, число безналичных платежей объективно выросло, это объяснимо. Активизировавшихся кибермошенников ловят за руки постоянно, но меньше их не становится. Такая вот обратная сторона медали под названием современные технологии. Для того, чтобы обезопасить вашу кредитную карту, выпустите себе виртуальную кредитку. Либо заведите отдельную кредитку, с которой вы будете рассчитываться онлайн, и на которой будет определенный лимит денежных средств, который вы не будете превышать. То есть вам нужно что-то оплатить, вы перевели на эту кредитку необходимую сумму и оплатили. Однако эксперты в области кибербезопасности уверяют, систему рано или поздно отладят. А пока совет один. По возможности отказаться от сомнительных операций, требующих ввода личных данных. В противном случае злоумышленники могут в прямом смысле завладеть вашим лицом. Дмитрий Копытов, Степень защиты.